Всем привет! Здравствуйте, дорогие друзья! Я вам хочу сегодня показать сумочки, которые я сшила, но покажу не все. То, что я вам не покажу, я вставлю в фотографии. Дело в том, что пару сумочек я уже продала. Пара сумочек у меня в магазине у Улы, поэтому я их показать не смогу. В общем, все, что смогу, покажу. Остальное будет в фотографиях. Итак, сейчас вы видите сумку, сшитую из платка «Испанское вино». Это остатки платочка от пошива юбки. Я сшила одинаковую с двух сторон сумочку, то есть мотив выбран с обеих сторон одинаковый. И вставочки сделаны из баклажанового такого велюра. Я вам как-то показывала. Я его покупала, по-моему, в магазине TEDx. Уже не помню, честно говоря. Покупала специально для вставок на сумки. Здесь, опять же, этикеточка. Ручная работа. С этой стороны выглядит просто, без этикеточки. Я вам покажу, как это выглядит изнутри. Здесь подкладка сиреневая. Это та подкладка, которую мне прислала моя подруга из Швейцарии, Анечка Прада. Кармашек отделан косой бейкой цвета «Фуксия». Такая красивая подкладка. На камере, конечно, передают какой-то цвет фиолетовый. На самом деле это очень нежный сиреневый цвет, красивый. Вот сейчас заметила, что у меня у этой сумочки нет ремешка. Надо сшить. Как-то я упустила из вида. Вот такая вот красавица. Следующая сумочка сшита из бархата французского, такого бежевого цвета. И вышивка. Я вам показывала эту вышивку. Вот видите, на этой сумочке у меня кусок вышивки хватил так, что он заходит до середины дна. Вышивка сделана бежевыми ниточками. Я уже делала такую сумочку, но она была немножко светлее. Вот эти ниточки более темные. Давайте покажу поближе. Должна сказать, что при вышивке вот этой сумочки я допустила ошибку. Весь элемент, где у меня цветы, я вышла в одном направлении. Ну, то есть у меня направление стежка правильное. Но в одном направлении я вышивала, скажем, вот так, влево-вправо, влево-вправо. А по бокам, чтобы быстрее, начала сверху вниз, снизу вверх. Вот. И слегка заметна граница. Ну, я попыталась это отпарить. Не знаю, увидите вы или нет. Ну, в принципе, вид это не портит. Я вот подумаю. Наверное, я оставлю все-таки одну сумочку с вышивкой себе. Потому что самую первую сумочку я продала. Вторая стоит у Улы. Вторая мне нравится, конечно, больше, так как там цвет вот этой ниточки, вышивки, такой нежно-нежно-голубой. Очень красиво. Та сумочка сшита тоже с таким голубовато-серым бархатом. И сшита она совсем по-другому. То есть в этой сумочке мы видим, вставки идут нормально. То есть, как обычно я шью. Во второй сумочке, так как элемент вышивки не заходил на низ, то есть не хватало его, он был по границу дна сумочки. Поэтому я сшила вот эту часть, боковую, и дно одной полосой. И вот эти две части были отдельно. Ну, я вам вставлю фотографии, вы увидите. Итак, сумочка с вышивкой. Вторая сторона просто бархат. Я надеюсь, я вас не утомила своей болтовнёй, не вдела. Далее. Подкладка фуксия. Это французская подкладка. Вы её уже много раз видели. И отделку я сделала красным кружевом. Здесь сделан ремешок. Это кожезаменитель. Очень красивый. Тоже подходит по цвету к бархату и с таким перламутровым отливом. И декорирован клёпочками серебро и бронза. С обратной стороны клёпочки сделаны так, что они не царапаются. То есть они утоплены. Хотя видны следы. Очень аккуратно сделано. Всё гладкое. Ремешок удлинён цепочкой. И, как вы видите, можно носить на плече. Следующая сумочка. Она сшита из русского платка с новым фермуаром. Это большой фермуар, как у саквояжа. 27 сантиметров. И чёрная бамбуковая ручка. Я вам покажу для сравнения, насколько большая эта сумка. То есть она по объёму такая же, как саквояж. Она немножко выше и немножко уже, чем саквояж. Но, в принципе, размер практически такой же. Здесь вставки чёрного цвета. Кедр я сделала красный. На боковинах это очень толстая шерсть, пальтовая, чёрного цвета. Эту шерсть я покупала в магазине тканей в Сарбрюкене. Подкладка здесь тёмно-тёмно-синяя. Она почти чёрная. Это не подкладочная ткань, а ткань для пошива пальто, курток. Но я её использую для пошива подкладок. Здесь двойной карман. Он на подкладке, так как вы помните, да? У этой ткани обратная сторона синтепон и сетка. Со второй стороны я пришила кусочек платка, треугольничек. И внизу этикетка с моим именем. Сумка довольно-таки большая, вместительная. Здесь дно сделано из шабрака. Шесть слоёв шабрака. То есть дно довольно-таки мягкое, но оно держит форму. Если я вот поставлю на руку, вот видите, сумочка стоит. Сумочка одинаковая с обеих сторон. Кто помнит, я шила самую-самую первую мою сумочку экспериментальную. Вот из такого платочка. Он мне очень нравится. Красивый платок. Ещё одна сумочка. Она у меня уже стоит в альбоме в Одноклассниках давно. Но вам я её не показывала. Эта сумочка, сшитая из платка, если я не ошибаюсь, весенний ручеёк. Но сейчас ручаться не буду. Сумочка двухсторонняя. С одной стороны вот такой рисунок, а со второй стороны вот такой рисунок. Боковые вставочки сделаны тоже из этого платка. Я посчитала, что так как у нас очень много белого поля здесь по бокам, то есть цветы у нас чуть-чуть внизу, а здесь вообще у нас белые поля, я решила, что очень даже будет гармонично смотреться, если боковые вставки будут сделаны из этого же платочка и будут относительно пёстрые. Здесь отделка бирюзован кедром. То есть это точно такой же цвет, как вот цветочки на платке. Очень красивая сумочка. Ой, она мне так нравится. Я бы все сумки оставила себе. Ну куда? Куда уже? Вот такая вот красота. Тоже сбоку этикетка, ручная работа. Я надеюсь, у меня камера фокусирует, как-то плохо видно. Извините, там у меня лежат пакеты с воздухом, чтобы сумочка не мялась. Я уже не буду их доставать. Подкладка тоже фуксия. У меня два кармашка. У этих сумочек, вот вы видите, здесь нет язычков. Поэтому у них нет длинных ручек. Я хочу остановиться как раз на этой теме. Девочки, если фермуар не имеет язычков, которые вот обычно внутри, не прицепляйте, пожалуйста, вот к этим штучкам, вот, на которых крепится ручка, длинные ремешки. Есть возможность, вернее, опасность того, что они отломятся. То есть это металл, ну, скажем так, не высшего сорта, поэтому очень-очень легко может обломиться вот этот вот крепеж, вот эта петля, на котором есть ручка. Поэтому я советую такие сумочки носить вот просто за ручку в руках. Вот так. Еще одна сумочка, сшитая из Павлова-Пасадского платка. Садко. Очень красивый такой глубокий синий цвет. Сумочка двухсторонняя. С одной стороны вот такой вот рисунок, видите, как волны. А с другой стороны тут более огуречный мотив, наверное, можно так назвать. Очень красивый платок, конечно, обалденный. Боковые вставочки сшиты из синего бархата. Это отделка, кедр, светло-синего цвета. То есть у меня есть еще более темный синий, но сюда вот подошел больше светло-синий. Этикеточка, ручная работа. Девочки, все сумки имеют разные размеры. То есть у меня нет сумок, которые прям один в один одного размера. При пошиве сумок большую роль играет рисунок платка. Да, то есть платок как бы разговаривает. Он сам говорит, какого размера рисунок должен быть. Поэтому практически к каждой сумочке я делаю индивидуальную выкройку. То есть если у вас есть выкройка вот для этого фермуара, ее можно, конечно, использовать. То есть вы можете взять вот эту вот основу вверх, точки, где у нас пошли стороны вниз. Но как раз в зависимости от того, как ляжет рисунок, вы уже смотрите, расширить ли вам, увеличить ли высоту сумочки вам, какой ширины сделать вот эти боковые вставки. То есть это каждый раз индивидуально. Можно, как я уже сказала, взять за основу обычную выкройку, но каждый раз вы вносите в эту выкройку изменения. Здесь подкладка тоже нежно-сиреневого цвета. Не знаю, видно, не видно вам. Кармашки отделаны синей бейкой. Ремешок сшит из этого же платочка. Он с регулятором. Очень даже красиво. Вот так. Покажу вам еще раз. Одна сторона, вторая сторона. Для сравнения я вам показываю тоже вот две сумочки. Фермуары, конечно, разные, но размер у них одинаковый. Оба фермуара 20 сантиметров. Вот посмотрите, какая разница. Одна сумочка выше, немножко уже. Боковые вставки тоже немножко отличаются. Даже загиб боковых вставок тоже отличается. Поэтому, ну, я всегда пишу примерные размеры сумочек. То есть вымерить их до миллиметра нельзя. Итак, девочки, я вставлю сейчас в конце еще фотографии тех сумочек, которых у меня уже нет, либо проданы, либо в магазине. И вставлю кусочек видео, где я успела заснять одну из сумочек, перед тем, как отвезти ее к куле. Смотрите дальше. Ну, а я с вами прощаюсь. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Заходите на следующее. Буду ждать. А теперь всем пока! А эту сумочку я хотела показать вам так, как она сшита немножко по-другому. Я вам рассказывала, что вышивки не хватает как бы на дно еще, чтобы скроить вот эти две боковые детали вместе. Поэтому кроилась передняя, задняя стеночка. И боковые вставки переходят в дно. Вот видите, это кроится такая длинная полосочка, которая включает в себя наши боковые вставочки, наше дно. И получается вот такая вот красота. Здесь я кедр вставлять не стала, но как-то мне не хотелось, чтобы кедр шел вот именно по периметру так, то есть через дно. Как-то мне это не очень. Поэтому эта сумочка без кедра. Так, да, забыла же вам показать внутренности. Так, я уже не буду вытаскивать. Смотрите, внутренности из подкладки, которую мне присылала Аня, моя подруга из Швейцарии. Очень красивая такая сиреневая. И я кармашки отделала немножко фуксией, косой бейкой. Получилось очень даже неплохо. Ну, подкладка как всегда. Подкладка шита обычным способом. То есть у нас боковые вставки, цельная деталь, два кармана от одной стеночки к другой. И больше ничего. Дно я укрепила здесь картоном. Картон вырезала чуть-чуть меньше, чем дно. И просто прихватила вот в шести местах, по-моему, к швам. Чтобы это было не полностью пришито, а вот, ну, как бы подвижное слегка было. Была свободка. Вот такая вот сумочка. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА